Быть не у тигра или нет теперь решает ни государственный, ни коммерческий фонд. Организация «Феникс» оформила исключительное право на товарный знак «День тигра». Теперь все организации, желающие провести этот праздник, обязаны заключать специальное соглашение на использование этого бренда. Особое внимание в фонде обращают на то, что изначально главной целью было информирование общественности и в первую очередь подрастающего поколения о проблеме исчезновения краснокнижных животных и способах их защиты. А сейчас эти цели начали забываться. Здесь считают, что количество участников праздника в разы превышает искреннее желание молодежи присутствовать на нем. У мэрии нет обратной связи с участниками. Есть административный ресурс, который загоняет школы, детские сады, училища, вузы, пионерские лагеря. А есть просто желающие, которые хотят выйти. Я даже в позапрошлом году слышала, а вы нам оценку поставите, если мы пойдем. То есть дети идут. Вот раньше такого не было. Нужна обратная связь. Пусть будет меньше людей. Но они искренне, сердцем придут на этот праздник. Что именно нужно изменить в праздновании Дня Тигра, сотрудники фонда журналистам так и не сказали. Единственное конкретное предложение – обязательно упоминать фонд как инициатора праздника и лично Владимира Трайнина как идейного вдохновителя, чтобы почтить память известного краеведа и эколога. Мы считаем себя хранителем истории праздника и взяли на себя эту миссию добровольно. С того, как получили интеллектуальное право, написали и в администрацию города Владивостока, и в администрацию края. Письма о том, что да, интеллектуальные права принадлежат нам, но мы готовы прийти, сотрудничать. Тем временем специалисты городской администрации готовят документы, чтобы в судебном порядке оспорить регистрацию исключительных прав на название День Тигра. Для использования товарного знака мэрии необходимо будет заключать соглашение с фондом «Феникс», возможно, на возмездной основе. В случае отсутствия этого соглашения фонд может требовать от администрации взыскания штрафных санкций. Поэтому мэрия вынуждена отказалась от использования традиционного названия День Тигра. Городские власти направили обращение в Роспатентом признание регистрации незаконной. В случае принятия отрицательного решения администрация Владивостока будет подавать заявление в суд с целью аннулирования зарегистрированного товарного знака День Тигра. О том, что мэрия направила обращение в Роспатент о признании регистрации незаконной, в фонде знают. Но считают свои действия справедливыми и законными. Несмотря на тигриную схватку между мэрией и фондом, 26 сентября в Владивостоке пройдет традиционное чествование амурского тигра. Алина Черненко, Алина Проченко, Анастасия Лихман. Новости на восьмом.